Ну, понимаете, тут тоже много всяких за и против. Есть люди, которые вообще не прощают. Даже вот если посмотрел в сторону кого-то, там уже не разговаривают неделю, наверное. Есть очень ревнивые люди. Ну, если изменил. Ну, всякое бывает в жизни, конечно. Можно и простить, можно и не простить. Но сохранять семью, я думаю, если люди уже стали отдаляться друг от друга, не стоит. Если единственное только, что если у тебя есть дети, ради детей что-то ты хочешь пожертвовать собой и жить в семье. Ну, опять же, ребенок видит, как ты относишься к своему партнеру или партнерши, понимаете. Поэтому он где-то это впитывает. Он видит, что нет любви между родителями, а есть какие-то странные взаимоотношения. Там они, здрасте, здрасте, здрасте. Ой, как ты сегодня хорошо выглядишь. А на самом деле на таком стеклянном глазу, с такой натянутой улыбочкой, только потому, что от человечек маленького он все понимает, он все видит. Поэтому я даже не знаю, стоит ли продолжать такую жизнь ради ребенка. Или лучше приходить любящий отец или там... Ну, естественно, больше матери оставляют детей по закону. Любящий отец приходит по воскресеньям, и все в порядке, все нормально. Потому что у него эмоциональный заряд не такой растянутый, а вот именно собранный в одну кучку в этот же день. Наверное, так. У меня было так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.